Доброе утро, друзья мои. Воскресенье. Я проснулась рано, позанималась йогой и бегу на море. Очень хочу поцеловаться с морем. Туда и обратно. Ещё раз всем привет. 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 С вами Светлана, да? Юль Берасты. Прихорошилась для фотографий. Оу, еее. Улицы какие-то пустые. Никого нет. Только вот смотрю, здесь готовится, видно, к базару к завтрашнему дню. Погода пасмурная. Ну, а я всё-таки решила сбегать и скупаться два дня. Мне так получилось, что я была дома. Кстати, вот этот стабилизатор свой надо использовать. Ну, не пользуюсь, блин. Его таскать так не охота. Что-то такое, если было меньших размеров, такие стабилизаторы сейчас продают. Не знаю, что надо. Всё надо. Боже. Всё надо. Смотрите, какое море замечательное, друзья мои. Замечательное море. Мне очень нравится. Будем купаться. и всё, наслаждаться. Туда и обратно. Пошла я. Друзья мои, я тут купалась, плавала. И тут возле меня такое чудо появилось. Знаете, что подумали сначала, что это черепаха, но это скат. Вы видите? Вы видите? Вот такое плавает у нас. А-ла-ла. Заблудился, видно он. Ой, плывёт. Сегодня я приготовила такой классический завтрак моему мужу. Давно не показывала я вам, что тут так особенного. Ничего. Вот это баклажан на газе испечённый. Пекмес. Вот этот его сыр, который пахнет и который им нравится. Вот вчерашка он купил вот новые маслины, а это вот старенькие должен доедать. Яйца вкрутую. А себе я пожарила, смотрите, нутовые. Нутовые и геркулес добавила. Такие я уже попробовала здесь. Ой, как вкусно. Иногда хочется. Пекмес нет сахара. А здесь горуховая мука и геркулесовая мука тоже. Побалую сегодня. А сегодня на ужин у нас будет вот что у нас будут. Канатики будем печь. Тогда я замариновала их. Половину мы поели, половину сегодня тоже будем что-то делать с овощами. Но все-таки воскресенье салатика побольше и так вкусно. Ничего не хочется готовить другое, что-то такое запеченное. Сюда, сюда, быстренько. Сегодня вот эта хулиганка начала баловаться. Я подшиваю свой комбинезон. Вчера была строчка, сегодня она отказывается шить. И мы с мужем, я три часа сегодня не могла вдеть в иголку, нитку. Это какой-то ужас. Муж сидел сейчас. Ничего не получалось. Вот такая ситуация. Но я не нервничаю. Значит, сегодня не судьба мне шить. Я иду спокойно дальше. Тут у меня комбинезон мой. Он был сильный декольте. Я вам рассказывала. Я думала, как же мне все это сделать. Я решила на плечиках все это красиво. Вот так аккуратненько руками подшила. Сейчас я сниму. И тут, смотрите, с той стороны. Видите, как аккуратно. Это оно прошило. А когда я подрезала чуть-чуть, длинный очень был низ, оно не хочет шить. И что я придумала? Посоветовалась с одной моей подружкой. Вот смотрите, на этой ткани строчка идет. Как только переходит на этом, все впустую. Вот я что отрезала. И смотрите, я что придумала. и Оля мне подсказала. Благодарю ее. Вот смотрите, надо подложить бумагу, прострочить. Так я и сделала. И вот строчка осталась. Все дело в моей ткани. Здесь я продолжила шить. Строчки нет без бумаги. Так что вот, буду исправлять. Но сейчас надо главное вдеть. В воскресенье я решила оставить. Это раз не получается. Надо соглашаться и оставлять. Завтра сделаю все нормально. Но почему я не вижу? 75-я иголка такая она тоненькая. Я вдела, а мой муж не вдел. Кстати, а где иголка? Куда он дел иголку? Вот видите, помощник мой. Я на ужин готовлю канатики. Канатики очень красиво получились. заранее замариновала перевернула сейчас на эту сторону, пускай не придут себя. И вот баклажаны надо на базаре побольше баклажанов купить. Также я вот приготовила такой вкусный салат. Салат очень вкусный. И знаете, какой гарнир решила? Макароны. Варю обычные макароны с пагетти. Вот так захотела моя душа сегодня. Хочу показать вам мою птичку. Близко не подхожу. Сидит она? Нет. Видите, сидят тоже не видно. Мои внуки каждый день отсчутся. Какие красивые у меня цветочки. Градички. И красивые перчики. И помидорчики. Хочу показать вам, какая красота у меня получилась. Ну, как просто не показать, скажите. Посмотрите, какого цвета они получились. Вы знаете, почему? Потому что я в соус добавила гранат, гранатовый соус, когда мариновала. так что ой, отекут прям аж такие сочные, такие сочные. Делаю левой рукой, чтобы правой снимать. Посмотрите, какие красивые. Мы сейчас сашкивом, с макаронами, салатом. Я решила сегодня все бросить, так как машинка не хочет шить, иголку не можем деть. Решила воскресенье, сейчас пойду с мужем гулять. Правильно же я? Правильно. так, а это пускай пекутся еще. я на завтра это будет готово. За таким вкусным ужином мы решили с мужем поехать в деревню на днях. То есть планируем через 2-3 дня посмотрим, как справимся с своими делами. Это было, как у меня снег на голову. Дела сделали на счет гражданства. Проверку прошли. Теперь можно и отдохнуть чуть-чуть и развлечься. Промоушен закончился, но будут еще какие-то другие. Можно недельку отдохнуть, две. Посмотрим, друзья мои, не знаю, как и что. Будет очень интересно. Так сразу загорелось. Такие мечты уже представила, как я там в этом саду хожу, вам все снимаю, показываю, так будет все интересно. Насчет того, захотят ли родители, чтобы я их сняла, я не знаю, но, 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 буду я с вами разговаривать, не хотят они сниматься. Мой муж сказал, снимай себя, что хочешь. Буду вставать рано утром, ходить по огороду, по саду, показывать вам, как там все изменилось, очень интересно. Я не была, наверное, там два года, в том году я была в деревне, ой, в том году я была в Батуми, да, да, я была в Батуми. Так что вот такие вот у нас новости. Сейчас я все бросила, не могу попасть иголку в нитку, мой муж тоже промучился, никак не мог деть, значит, надо уходить, погулять. Все-таки сегодня воскресенье, надо расслабиться, помечтать, чуть-чуть пойдем на часик с мужем. Прекрасного вам вечера. Так что вот такие новости ждите в скором времени, видео из деревни. Сидим с мужем в 29 градусов, а он говорит, ощущаю, как будто 60. Так он взботел, но сейчас посидели чуть-чуть и остыли. С этим скатом я опубликовала в сетях его. Столько у меня пишут сообщений в личку, как-то не боялась и все. А в тот момент, знаете, было не до страха. Оказывается, было очень опасно. Да, это не Сюда очень много людей. Сюда очень много людей. Видите? Охотятся. Поколки хотели. Меска. Здесь тоже. А теперь все. Все, мы собираем. Ужимаем. 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 Ужимаем! погуляем посмотрите сколько людей сидит я поэтому остановилась села с мужем видите сколько людей сейчас на улице муж говорит во первых это воскресенье во вторых дома в домах очень жарко и вот все выстроили здесь весь бульвар вся набережная все отдыхают посмотрите сколько людей ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления